Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Наталья Щерба Финиста «Сонный дом» Читают Юлия Яблонская и Алексей Богдасаров Реальность — это еще один сон Сон — это еще одна реальность Фини остановилась Из-за густого, одетого пышной зеленью сада Выглянул дом Двухэтажный, светло-голубой С большими окнами в резных деревянных ставнях Его глянцевая черепичная крыша густого синего цвета Ярко блестела на солнце Папа отворил скрипнувшую ажурную калитку, пропуская семью И они вместе пошли дальше по разноцветной мозаичной дорожке Мимо роскошных фруктовых деревьев и зарослей гигантских пионов и жимолости Мама изумленно качала головой, весело переговариваясь с тетей Лис Старший брат Фини, Влад, то и дело присвистывал А старшая сестра Элла глазела по сторонам, разинов рот Фини обогнала всех, чтобы первой попасть туда Где уже виднелась часть знакомого дощатого крыльца И открытая веранда с низкими голубыми перилами Она неторопливо поднялась по ступенькам Осторожно погладила каменную вазу с цветами Та оказалась теплая и шероховатая Провела рукой по голубым перилам Фини хотела убедиться, что все это точно ей не снится Но вот ее сердце дрогнуло и забилось быстрее Она заметила в углу веранды знакомое плетеное кресло-качалку Из ярко-синей лозы, которая всегда зачаровывала и пугала ее одновременно В другом углу стояли два стула, выкрашенные в мятный цвет С узорными резными спинками в виде листвы На одном из стульев лежал синий-белый клетчатый плед На лавочке возле стены стояли корзинка с начатым вязанием и спицами Большая голубая чашка с серебряной буквой «Ф» на боку И стеклянная конфетница с карамельками На дощатый пол веранды кто-то заботливо постелил темно-синий коврик Словно предыдущие хозяева и не выезжали, а взяли и оставили новым владельцам дома все как было «Ух ты, беседка!» — донесся до Фини голос Влада «Здесь надо поставить мои колонки!» Элла тут же возразила «Ничего подобного! Я буду в ней заниматься!» Папа и мама стояли на дорожке, посыпанной розовым гравием И громко восхищались побегами миниатюрных роз, увивающих кирпичную ограду Тетя Лис нюхала одну розу за другой, томно закатывая глаза Она всегда мечтала о саде «Мама! Влад собирается жить в беседке!» — завопила вдруг Элла «Вообще-то в доме есть чудесные комнаты!» — громко и с намеком произнес папа «Например, та на втором этаже с террасой!» Не сговариваясь, Элла и Влад наперегонки помчались в дом Уже через миг они прогромыхали по лестнице на второй этаж Финни хотела припустить следом, но тут заметила фонарь со стеклянными прямоугольными стенками Стоящий на самой нижней ступени крыльца Внутри горела толстая голубая свеча, и сердце девочки снова дрогнуло Со второго этажа донесся пронзительный голос брата «Мам, мы правда будем здесь жить! Тогда я занимаю самую большую комнату наверху, с террасой!» «Самая большая и светлая комната моя!» — торопливо прокричала Элла «У меня много работы, я больше всех нуждаюсь в личном пространстве, и вообще я самая старшая!» «Кто первый добежал, тот и прав!» — не сдавался Влад Наконец подошли родители «Прекрасный дом!» — счастливо вздохнула мама «Как тебе, Андрей?» «Меня все устраивает», — заверил папа «Тебе не нужна комната! Ты целыми днями пропадаешь в спортзале!» — продолжала возмущаться Элла «Мама, поддержи, пожалуйста! У меня же скоро начнется учеба!» «Успокойтесь, места хватит всем!» «Финни, ты какая-то непривычно притихшая!» — мама обратила внимание на младшую дочь «Все в порядке?» Финни демонстративно пожала плечами «У нее все отлично! Она просто должна убедиться, что все это реально! Дом, веранда со стульями, синяя креслокачалка и голубая свеча в стеклянном фонаре» «Мама!» — раздался истошный вопль Эллы «Он не хочет выходить из моей комнаты!» «Это моя!» — тут же отозвался Влад «Пусть сама выходит!» «Моя! Ай, мама! Он меня ударил!» «Неправда! Ты сама меня стукнула!» Папа засмеялся «Все то же самое!» — переглянулся он с мамой «Финни, а ты почему здесь? Иди подыскивай себе комнату, а то брат с сестрой все разберут!» Финни не ответила «Она не участвовала в перепалке Влада и Эллы, потому что и так знала, какую комнату займет Ту, что выходит в сад, а из ее единственного широкого окна открывается прекрасный вид Впрочем, сначала надо убедиться, что это действительно так И Финни ущипнула себя за руку Щипок получился болезненный, и девочка облегченно вздохнула Машинально погладила приколотый на лямку сарафана кленовый лист и скосила на него глаза Тот оставался брошкой, ярко-красной с золотыми искрами, не серебряной Значит, она в реальности Да и потом, во сне, этот дом вел себя совершенно по-другому Глава первая Кто такая Финни? «Не просто быть самой младшей», — думала Финни «И неважно, сколько тебе лет Все вокруг постоянно тебя опекают Считают, что именно ты в семье самая непутевая, то есть ни к чему не годная Во всяком случае, именно так говорит о Финни бабушка Эльвира Ну, конечно, сложно быть другой, когда у тебя такая образцовая старшая сестра, как Элла И такой крутой старший брат, как Влад Элла окончила школу с золотой медалью и готовилась поступать в институт на отделение маркетинга и рекламы Кроме того, она играла на пианино, вела собственный блог на YouTube, разбиралась в современном искусстве и твердо нацелилась на карьеру в престижной компании модной одежды Этой зимой Элле исполнилось целых 18, из-за чего она страшно загордилась и стала еще больше занудой, чем прежде Влад не любил учиться в школе, зато с самого детства посещал разные спортивные секции и всюду был первым Когда он бросал очередной вид спорта, тренеры долго ходили на чай к родителям, убеждая их, что Влад должен вернуться Но, увы, брат быстро остывал, увлекшись чем-нибудь новым Легкой атлетикой, плаванием, водным полом, регби, футболом В конце концов он остановился на секции тхэквондо и на радость новым тренерам выигрывал один чемпионат за другим Постоянные успехи сделали его настоящим задавакой, и дружил он с такими же задаваками из своей команды сборной А вот с Финни всегда были одни проблемы Несмотря на усилия бабушки, возжелавшей заниматься образованием внучек, Финни совсем не нравились бабушкины варианты Она не хотела петь, играть на пианино, заниматься спортом Бабушка Эльвира упорно водила ее то на танцы, то на плавание, то в разные интеллектуальные клубы и даже на мастер-классы по рукоделию Но Финни везде было скучно После каждой попытки бабушка страшно злилась и укоряла младшую внучку в том, что та не интересуется ничем достойным Но Финни отвечала, что это неправда, у нее есть любимое дело — рисование Особенно ей нравилось рисовать глаза Финни где-то слышала, что, глядя в глаза человеку, можно увидеть его истинную душу И ей хотелось узнать, есть ли душа у деревьев, цветов, лавочек в парке или, скажем, у маминой любимой чайной посуды А еще Финни любил рисовать обычные вещи по-необычному Чайники и чашки со смеющимися или грустными глазами Вазы в полосатых штанах и юбочках Телевизор с тонкими ножками в вязаных носках Или диван, который спал на своих подушках На ее рисунках обычные вещи сразу становились интересными и нескучными Но бабушка приходила в ужас от ее работ А папа замечал, что стиль неплох, но его пугают чашки с большими глазами Мама сдержанно хвалила ее рисунки И только тетя Лис, мамина младшая сестра, обожала рассматривать творение Финни И даже говорила, что у племянницы нестандартное творческое мышление, как у нее самой в детстве «Таким фантазерам, как мы с тобой, Финни, приходится нелегко», — говорила тетя Лис за чашкой чая со своим любимым яблочным пирогом «Мы слишком сложные для этого мира, а большинство людей привыкли к простым, понятным вещам, которые давно разложены по полочкам» Слыша это, бабушка Эльвира всегда закатывала глаза и шумно вздыхала, поскольку считала мамину сестру большой чудачкой Своего единственного сына Андрея, Финниного папу, она воспитывала в строгости, и он стал аудитором Правда, пока не в очень большой компании В конце концов бабушка сдалась и записала Финни в художественную школу, которая возглавляла ее подруга детства Вначале Финни там понравилось Повсюду были развешаны картины, написанные маслом В классах вкусно пахло красками, и никто не запрещал рисовать Она держалась целый год, рисуя скучные натюрморты и головы безликих мраморных людей, пока не пришло время годового экзамена Директриса лично выступила перед каждым классом, убеждая учеников проявить себя и нарисовать лучший натюрморт в своей жизни, потому что на экзамен должен был приехать какой-то важный человек, от которого зависело увеличение финансирования их образцовой школы В Финни, как никто, прониклась пламенной речью директрисы и на итоговой годовой работе сотворила свой лучший натюрморт На ее рисунке и у пузатой вазы, и у всех ее пионов, и у блестящего красного яблока, и у крутобокой желтой груши, и даже у каждой виноградинки на грозди винограда были глаза Все это великолепие разместилось на плоской широкополой шляпе веселого бородача с лицом, густо усыпанным веснушками Финни перерисовала его с одной старинной английской открытки Как позже выяснилось, бородач обладал неожиданным портретным сходством с тем самым важным человеком, от которого зависело финансирование школы Вот только оригинал, в отличие от портрета, не отличался веселым нравом и, увидев рисунок Финни, почему-то очень рассердился и попросил ее покинуть класс На следующий день директриса пригласила бабушку Эльвиру к себе на чай Бабушка вернулась через два часа и не сказала притихшей Финни ни слова Только ее поджатые губы свидетельствовали о том, что разговор с подругой получился неприятным После этого инцидента в художественную школу Финни больше не ходила В результате бабушка Эльвира махнула на нее рукой и сосредоточилась на старшей внучке Элли, которая, по ее выражению, имела все шансы повысить социально-экономический статус семьи Вначале Финни обрадовалась Наконец-то ее оставят в покое Но, увы, этим мечтам не суждено было сбыться Вообще-то все началось, когда Финни исполнилось четыре Именно тогда с ней произошла первая странная история Она вдруг впала в очень глубокий сон Это случилось во время новогоднего гадания Элла с подружками зажгли свечи по всей комнате И принялись по очереди высматривать суженного в большом круглом зеркале, висящем на стене Финни тоже разрешили заглянуть Но она увидела в глубине зеркальной глади лишь отражение дрожащего огонька свечи И почему-то ее сразу начала клонить в сон Возможно, Финни тогда просто устала, но заснула прямо на полу А проснулась через целых три дня Случай повторился, когда Финни поехала в детский лагерь, который находился в старинной усадьбе Сначала все шло хорошо Старый дом очень понравился Финни Половицы в коридорах и лестницы были покрыты узорчатыми толстыми коврами На стенах днем и ночью сверкали витые канделябры из хрусталя и меди На старых медных карнизах висели тяжелые гордины и тюль И даже в столовой кое-какая посуда была из серебра Финни ходила по коридорам и представляла, что их семья живет не в маленькой квартире А в таком вот сказочном особняке с кучей комнат С необычными вещами и с огромным зеленым садом В лагере не приходилось скучать И Финни, записавшись на всевозможные секции и мастер-классы, быстро завела друзей В тот странный вечер в усадьбе отключили электричество И в общей гостиной зажгли свечи в старинных подсвечниках Сразу стало очень уютно и весело Старшие ребята начали рассказывать страшные истории Устроив настоящее театральное представление Но тут Финни приметила отражение огонька свечи В начищенном до блеска медном подсвечнике И захотела спать Разбудили ее только через три недели Вот тогда-то ее родители всерьез забеспокоились Финни пришлось побывать у множества докторов Но все они разводили руками Девочка была абсолютно здорова А через некоторое время семья переехала в Грецию Где планировалось провести две недели Но уже на третий день Финни снова заснула Завороженная праздничным уличным карнавалом В этот раз на целый месяц Все, что она помнила Отражение яркого отблеска пламени факела в витрине магазина Именно в Греции Финни догадалась, что впадает в глубокий сон Когда видит отражение пламени И совершенно неважно, огонек ли это свечи или газовый фонарь Она попыталась рассказать о своем открытии Элли Но та не захотела слушать И тут же сообщила родителям, что младшая сестра сошла с ума Финни вновь потащили к докторам После этого похода она предпочла больше ни с кем не делиться своими догадками А еще через какое-то время у Финни начали расти синие волосы Мама пыталась коротко стричь их Надеясь, что волосы снова станут каштановыми Но, увы, этого так и не произошло И с тех пор Финни носила симпатичную, но короткую прическу-шапочку Которая только прикрывала уши Родители пытались убедить себя, что волосы у дочери все-таки каштановые, как у мамы Просто с необычным синим отливом Но волосы не изменились и через год И тогда было решено снова показать ребенка врачам Здоровье Финни оказалось в полном порядке И доктора все как один советовали подождать, пока она вырастет Ну а после, туманно намекали они, само пройдет Но волосы Финни с каждым годом приобретали все более насыщенный синий цвет Влад злился, что из-за младшей сестры они никуда не ездят отдыхать И доставал ее прозвищем Финька-синька И все его друзья, которые приходили к ним смотреть разные спортивные турниры Или рубиться в онлайн-игры, тоже называли ее только так Причем больше всех усердствовал лучший друг Влада Глеб Который Финни немного нравился, потому что умел забавно шутить И у него была красивая улыбка Финни даже подумывала влюбиться в него Но один случай все испортил Однажды Глеб во всеуслышание заявил, что взгляд Финни его пугает Словно на него смотрит дикий лесной зверек С огромными перепуганными глазами и на тонких ножках Вся компания захохотала А оскорбленная Финни убежала в ванную переживать Через какое-то время она все же решила выйти Ведь мама часто говорила ей, что можно подружиться с любым человеком Если на обиду отвечать улыбкой И Финни честно попробовала Она искренне улыбнулась Глебу, когда проходила мимо гостиной Но парень в ответ изобразил испуг Схватился за сердце и начал биться в мнимых конвусиях А потом еще показал ей неприличный жест И все снова захохотали, даже Влад Хотя потом все же прикрикнул на друга, чтобы не доставал сестру А Финни тогда поняла, что взрослые не всегда правы Поскольку часто не видят всей правды Разозлившись окончательно Она пожертвовала двумя пирожными с густым сливочным кремом Испеченными тете Лис И засунула их в ботинки Глеба По одному в каждый Пусть знает, что она сумеет постоять за себя Несмотря на то, что у нее тонкие руки и ноги Когда все друзья расходились Глеб, который всегда спешил Первым засунул ноги в ботинки Раздалось характерное отчавк Которое никто, кроме Финни и ее жертвы, не услышал Глеб недоуменно уставился на ноги Затем до него дошло Он позеленел, побелел И вдруг залился краской по самые уши Мама первая заметила, что с ним что-то не так «Тебе нехорошо, дорогой?» Тревожно спросила она Но Глеб только помотал головой краснее еще больше Финни злорадно усмехнулась Она знала, что тот никогда в жизни не признается Чтобы не стать посмешищем в глазах собственных друзей «Он просто чипсов переел!» Заявил Влад «Три пачки сожрал!» Все засмеялись А лицо Глеба приобрело нездоровый бордовый оттенок Именно после этого случая Финни серьезно задумалась о своей внешности Вот скажем, почему люди так удивляются ее синим волосам? Почему надо непременно иметь черный, русый или каштановый цвет Чтобы считаться нормальным и правильным? Если не брать во внимание синие волосы В остальном у нее была обычная внешность Может, даже слишком обычная Большие светло-карие глаза Янтарно-карие, как говорил папа И лицо круглым сердечком, как говорила мама А еще курносый нос На котором каждой весной высыпали многочисленные веснушки И почти не сходили до следующей весны Вот губы были полные и красивые Но между передними зубами имелась щербинка Мама и тетя Лис считали, что это ужасно мило Но сама Финни предпочла бы иметь аккуратные и ровные зубы Как у популярных блогерш и киноактрис А еще ей очень хотелось быть высокой И чтобы руки и ноги не были такими худыми Финни страдала И не понимала, как выглядит на самом деле Потому что родители с нежностью называли младшую дочку Олененком И уверяли, что она очень милая и симпатичная А брат и его друзья По-прежнему обзывали ее Финькой-синькой Как в детстве Поначалу она даже кидалась в драку с каждым обидчиком Но из-за этого ее дразнили все больше Впрочем, когда Финни злилась Ее глаза темнели И радужки приобретали синеву Словно в них, по выражению тети Лис Отражалась буря В такие моменты Финни боялись все Даже дворовые мальчишки Потому что знали Когда эта хрупкая на вид девчонка в ярости Лучше ее не трогать К сожалению, задиристый нрав отпугивал друзей Многие девочки откровенно странились Финни И за глаза называли драчуньей А мальчики не принимали ее в свою компанию Потому что для них она все равно была девчонкой К тому же из-за долгих снов За Финни давно закрепилась репутация чудачки Вот так и получилось Что в какой-то момент Финни надоело доказывать свою нормальность Всем и каждому И она постепенно отдалилась От окружающих Все более замыкаясь в себе Однажды В пасмурный дождливый день Папа принес домой Старинную керосиновую лампу Бабушка Эльвира попросила ее починить Папа долго мудрил над лампой Чистил, полировал Подкручивал фитиль А когда наконец-то Зажегся огонек За окном уже наступил вечер Слушая монотонный стук Капель по оконному стеклу Финни все смотрела И смотрела На отражение лампы в окне Пока оно не превратилось В неяркое размытое пятно А она сама не задремала Именно в этот вечер Она попала в необычный сон Который даже начался странно Финни взяла керосиновую лампу в руки И прямо из реальности Шагнула в стекло За которым начинался Длинный-предлинный коридор С множеством дверей Она все шла и шла по нему Пока не оказалась Перед раскрытой Настеж дверью За которой ничего не было Одна лишь темнота и пустота Но Финни не испугалась Она смело шагнула в темный дверной проем И вдруг превратилась В странную белую птицу С небольшими крыльями Длинным хвостом-веером И серебряным венчиком на голове Финни-птица Долго летала Над удивительно красивыми горами И озерами Пересекала пустыни и степи И даже видела внизу Фантастические города С высокими хрустальными башнями Утопающими в море Разноцветных огней Она встречала Странные летающие механизмы На которых сидели Диковинные существа Самого разного вида От грустного подсолнуха С человеческим лицом До великана Состоящего из больших И круглых валунов И везде ее приветствовали Словно давно знали Здравствуй, Финиста! Или рады вас видеть Госпожа Финиста! Это был такой яркий Светлый Замечательный сон! Но после выяснилось Что в тот вечер Фини заснула На целый месяц Как ее только не будили Все было бесполезно Даже ведро холодной воды Тайком принесенное Старшим братом Не дало никакого результата Кроме серьезной взбучки От мамы Никто не мог понять Что происходит С девочкой Врачи Которых вновь приглашали Одного за другим Повторяли Фини Фини абсолютно здорово Дыхание ровное Пульс неучащенный Температура в норме Девочка не теряет вес И прекрасно выглядит Даже румянец на щеках Словно она только что Хорошо прогулялась Когда Фини наконец проснулась Ей снова пришлось Обойти всех докторов Которые опять подтвердили Что с ней все в порядке После этого Фини засыпала Надолго еще несколько раз Обычно это длилось Неделю-две И всегда ей снились Очень яркие сны Вот она летает На своих собственных Белых крыльях Вот плавает В морских глубинах Среди коралловых рифов И разноцветных рыб Или водит трамвай В пустом заброшенном городе Где живут только коты И говорящие деревья Но самое удивительное Что в этих снах Ей была подвластна Любая магия Стоило Фини что-то представить Что угодно И это сразу появлялось Перед ней Будь то чашка чая Огромный торт Зеркальце Книга Воздушный шар Кресло Или даже карета Запряженная Четверкой лошадей Да что там Однажды Фини смогла создать Целый замок С башнями Крепостной стеной И подъездными воротами Но он продержался Недолго Неизвестно почему Хлынул сильный дождь И замок размылся Словно был нарисован На бумаге Что-то подобное Происходило и с другими Выдумками Их разрушали То дождь То огонь То ветер А если Фини Пыталась сотворить Что-то глобальное Подвесной мост Между горами Или огромное Фиолетовое солнце То ее вообще Выкидывало Из сновидения И она просыпалась Впрочем Фини совершенно Не огорчалась И продолжала Свои эксперименты И с каждым разом Сонные фантазии Становились все более Четкими И осязаемыми К немалому удивлению Фини Ей почти не снились Кошмары Только иногда Где-то на самом Горизонте Своих волшебных снов Она замечала Нечто темное Медленно движущееся Похожее на морские волны Раз за разом Накатывающие на берег Подступающие все ближе Фини ощущала Тревогу Словно это было Нечто невероятно Страшное Неумолимое То, что обязательно Придет и поглубит Накроет с головой Но жуткая чернота Так и оставалась Вдали И вскоре Девочка перестала Обращать на нее Внимание Конечно Фине Хотелось Поделиться С близкими Своими Удивительными Открытиями Но как только Она начинала Рассказывать О долгих Снах У папы Как-то странно Каменело лицо А у мамы Появлялись На глазах Слезы Сестра Элла Раздраженно Поджимала Губы Но принимала Отстраненный Вид А вот Красноречивый Взгляд Брата Говорила Многом Но когда В школе Поползли Слухи Что она Стала Немного Того После своих Литургических Снов Финни Вовсе Замолчала Только Иногда Делилась Некоторыми Впечатлениями С Тетей Лис Потому что Мамина Сестра Очень Любила Разгадывать Сны И даже Вела Свой Личный Сонник Себе Жефини Признавалось Что каждый Такой Долгий Сон Это Удивительное Приключение Которого Она Всегда Ждала С большим Нетерпением Ей Словно Открывался Иной Параллельный Мир Где Можно Творить И фантазировать Наяву Сколько Захочешь Кроме Того У Фини Была Еще Одна Тайна Дверь Появляющаяся В каждом Ее Сне С самого Детства Иногда Это были Ворота Или Калитка Даже Полок Из Ткани Но Чаще Всего Именно Дверь Иногда Маленькая Как Вход В Мышиную Нору Или Гигантская До Неба Деревянная Или Железная Ярко Красная Белая Зеленая Новая Свежевыкрашенная Или старая И облезлая За ручку Эта Дверь Всегда Была Закрыта Словно Во сне Имелось Место Куда Нельзя Было Попасть Без Особого Приглашения Финни Немного Побаивалась Двери Будто Чувствовала Что за ней Таится Что-то Очень Важное Но Пока Для нее Недоступное Словно Это был Вход В само Сердце Где Скрывался Главный Секрет Ее Жизни И Поэтому Финни Еще Больше Хотелось Разгадать Тайну Удивительной Двери Так Финни И жила Своей Обычно Необычной Жизнью Каждое Утро Радовалась Новому Дню А вечером Новому Сну Но Однажды Когда Финни Исполнилось Двенадцать Лет Она Заснула На целых Три Месяца Именно В ту Ночь Ей Приснился Самый Странный И Удивительный Сон В Ее Жизни Глава Вторая Подарок В густых Зарослях Травы Велась Узкая Тропинка Темно-зеленые Салатовые Серебристо-пепельные Травинки Были похожи На соцветия Диковинных Кристаллов А хрупкие Белоснежные Цветы На фей Прилетевших Вздремнуть И насладиться Острой Лесной Свежестью Финни Шла Босиком Ощущая Прохладу Влажной Земли В своем Любимом Пестром Лоскутном Сарафане Где каждый Лоскут Был Частью Ее Старой Одежды Платья Джинсов Футболки Со Смешным Оленем И даже Полосатого Носка В сегодняшнем Сне Ее Синие Волосы Почему-то Отросли Ниже Пояса А Некоторые Пряди Заплелись В мелкие Тугие Косички Впрочем Финни Привыкла Что в снах Все немного Иначе Чем в Реальности Высокие Кряжистые Дубы Кряхтя И Постановая Склонялись Перед ней Медленно Раступались В стороны Вежливо Убирая С тропинки Толстые Узловатые Корни И Приподнимая Ветви Словно Она Была Хозяйкой Этого Леса Где-то В вышине Заливе Стопели Птицы И Вторя Их Радостному Щебету Молодые Деревья Таинственно Шептались Невольно Соприкасаясь Кронами Иногда На пути Финни Попадались Огромные Фантастические Цветы Ярко-розовые И Блестяще Синие Их Плоские Серединки С упругими Лепестками Похожие На большие Праздничные Блюда Источали Сладкий Тягучий Аромат Они Мерно Покачивались На высоких И тонких Ножках Поворачивая Вслед Девочки В пестром Лоскутном Сарафане Равнодушные Безглазые Лица Внезапно Из кустов Выбежал Странный Человечек И понёсся По тропинке Финни Успела Разглядеть Два огромных Ярко-зелёных Глаза На крупной Лысой Голове Издалека Человечек Был похож На гигантскую Картофелину Подпрыгивающую На коротких Ножках С большими Ступнями Финни Тут же Устремилась За ним Во-первых Ей стало Любопытно Кто это И куда он Торопится А во-вторых Она почти Никогда Не встречала В снах Людей Даже таких Чудных Как этот Человечек Тоже увидел Финни Испуганно Пискнул И припустил Ещё сильнее Постоянно Оглядываясь Это его Изгубило Он не заметил Выступающих Корней Дерева И его Маленькая Ножка Застряла Прямо Между Ними Вот ты Глупый Подбегая К нему Укорила Финни Погоди Сейчас я Освобожу Тебя Кажется Человечек Ей не поверил Он пронзительно Заверещал И задёргался Ещё сильнее Через мгновение Финни Увидела Причину Его страха Большая птица С чёрными Блестящими Перьями И мощными Когтистыми Лапами Спекировала Прямо На девочку Словно Хотела Напасть Но нет Просто Приземлилась Рядом Уйди С дороги Сонер Это Моя Добыча Прошипела Она Повернув К девочке Злое Женское Лицо В обрамлении Блестящих Чёрных Перьев Этот Ореол Из Перьев Напомнил Финни Какую-то Популярную Актрису У той Были Такая же Модная Прическа Высокомерное Выражение Лица И злющий Взгляд Круглых Чёрных Глаз Очевидно Приняв Молчание Финни За враждебность Птица Грозно Замахала Крыльями И протяжно Свистнула Резко И неприятно Человечек Зарыдал И задёргался Ещё Сильнее Не сводя Глаз С птицы Финни Присела Рядом Ршавую ступню Из-под корня Почувствовав Себя На свободе Человечек Сиганул В папоротниковые Заросли И даже Не поблагодарил Ты Выпустила Его Прошипела Птица И лицо Её Исказилось Яростью Она Вновь Замахала Крыльями Но Финни Не отступила В конце концов Это всего лишь Сон И самое страшное Что может Случиться Она проснётся Почему ты на него Охотишься Спросила она У птицы И добавила Мне кажется Он не хотел С тобой разговаривать Так что Оставь его В покое Птица Неожиданно Послушалась Сложила крылья И уставилась На фене Если бы Не наш Давний Обет Служить Сонором Даже Таким Как ты Неожиданно Прокликотала Она Я Давно Растерзала Бы тебя На куски На кусочки И птица Разразилась Злым Ненормальным Хохотом Улетай Велела ей Финни Удивляясь Сама себе Прочь Еще Встретимся Наглая Девчонка Пообещала Птица Но взмыла В воздух И быстро Набирая Высоту Пропала В небе Финни Перевела Дух Возможно Только что Она избежала Серьезной Опасности Злая птица Ее не Тронула Интересно Что она Имела в виду Назвав Финни Сонором И что Хотела От этого Маленького Бедняги Иногда Сны Бывают Такими Странными Тропинка Вела Дальше Заманчиво Поворачивая За огромный Дуплистый Дуб И Финни Пошла По ней Решив Не предавать Случившемуся Особого Значения Но Вскоре Девочке Вновь Пришлось Остановиться Перед глазами Что-то Засверкало Засеребрилось Росинками Распадаясь На узор Из тысячи Бриллиантовых Капель Да это Солнечный Луч Пробился Сквозь кроны Деревьев Осветив Необычную Преграду Сотканная Из тончайших Серебристых Нитей Паутина Казалось Легкой И невесомой Похожей На изящное Кружево Творение Искусного Ткача Паука Она Свисалась Низкой Ветки Дуба Подобно Шторе И закрывала Проход Финни Подумала Что надо Обойти Паутину Но Тогда Пришлось Бы Лезть Напролом Через Папоротники А после Встречи Со Злой Говорящей Птицей Не Хотелось Оказаться В темных Зарослях Вдруг И там Что-то Притаилось Финни Подошла Ближе И увидела Что за Серебряной Паутиной Тропинка Выглядела Куда Более Заросшей Словно По ней Давно Никто Не Ходил Возможно Это Преграда Между Двумя Снами Финни Охватил Азарт С виду Паутина Была Похожа На Легкую Занавесь Но Стоило Тронуть Ее Пальцем Оказалась Холодной Прочной И Тяжелой Она Словно Застыла Превратившись В Лед Значит Следовало Ее Растопить Ну Что же Приступим Сказала Себе Финни И Дотронулась До Беими Ладонями Она Представила Что Паутина Стала Мягкой И Струящейся Словно Обычная Занавеска И Отъехала В сторону Так И Произошло В Реальности Вернее Во Сне Финни Без Труда Прошла Мимо Паутины И Зашагала По Тропинке С Удовлетворением Размышляя Что Все Лучше Осваивает Сонную Магию Как Все Таки Жаль Что Раду Как Наступила Босой Пяткой На Острый Камень Ойкнув Она Запрыгала На Одной Ноге Но Тут же Позабыла О Боли За Оградой Открывался Потрясающий Вид Среди Пышных Зеленых Кустов И Буйно Цветущих Клумб Велись Разноцветные Дорожки Выложенные Блестящими Округлыми Камнями Вдали Сверкала Солнечными Бликами Крыша И Окнами В Белых Ставнях Заинтригованная Финни Медленно Пошла Вдоль Ограды Рассеянно Ведя Рукой По Теплому Кирпичу Но Внезапно Отдернула Пальцы Уколовшись Освисающую Шипастую Плеть Куста С мелкими Розами Белоснежными Алыми Голубыми Желтыми Фиолетовыми Девочка Сначала Удивилась Как Это На Одном Кусте Растут Простыми Щелчками Пальцев И Плеть Стала Ещё Живописнее Довольная Собой Финни Пошла Дальше И Наконец-то Увидела Высокую Калитку Из Тонких Кованных Прутьев Украшенных Завитками Калитка Была Приоткрыта За Её Высокой Полукруглой Аркой Густо-густо Оплетённой Разноцветными Розами Начиналась Прямая И Широкая Дорожка Посыпанная Мелким Разноцветным Гравием Интересно Кто Здесь Живёт Сердце Финни Забилось От Восторга Ведь Кроме Человечка Картофелины Она Никогда Ещё Не Встречала Во сне Людей Только Бы Это Был Друг А не Какая Нибудь Злая Колдунья У Которой Служат Свирепые Чёрные Птицы С Женскими Лицами Впрочем Сейчас Финни Ничто Не Испугала Бы Желание Познакомиться С хозяином Или Хозяйкой Дома Значительно Пересиливало Всё остальное И она Решительно Прошла Через Арку Попутно Ведя Рукой По холодному И шероховатому Металлу Прутьев Ей надо Было Убедиться Что Это Реально И не Исчезнет Так же Быстро Как Многое Другое В её Снах Камешки Приятно Шуршали Под босыми Ногами Финни Не спешила Издалека Ярко-синяя Черепичная Крыша Дома Была Похожа На Огромный Сказочный Шатёр Но По мере Приближения Всё более Вырисовывались Большие Тёмные Окна С открытыми Белыми Ставнями И даже Часть Крыльца И веранды На резных Деревянных Столбах Живописно Оплетённых Зелёными Лианами С белосиреневыми Колокольчиками Внезапно Внимание Беседка В глубине Сада Под остроконечным Деревянным Колпаком Густоувитая Блестящими Как после Дождя Рубиново-красными И тёмно-зелёными Листьями Винограда Девочка Подошла Ближе Внутри Беседки Стояли Круглый Деревянный Стол И два Плетёных Кресла С подушками С потолка Свисал на верёвке Восьмигранный Фонарь С разноцветными Стёклами А внутри Него Горела Небольшая Порядком Оплывшая Свеча Такие же Фонари Только поменьше Висели По углам Место Выглядело Настолько Домашним Уютным Но при этом Таинственным Что у Фини Даже мелькнула Мысль Не побыть ли Здесь подольше И, скажем Выпить чаю Чайник и чашки Уже стояли На столешнице На небольшой Белой салфетке А возле них Плетёная корзиночка С круглыми Шоколадными Конфетами Фини подошла Ближе И провела Рукой По столу Старое дерево Оказалось Тёплым И шершавым В зазубренных Сколах И трещинках Здесь уютно Пахло Можжевельником И прелой хвоей А огонёк Зажжённой Свечи Добродушно Добродушно Можно ли Можно ли заснуть Во сне Как что-то Проскрепело У неё За спиной От неожиданности Девочка Подскочила И резко Обернулась На дорожке Посыпанной Мелким Розоватым Гравием Стояла Кресло Качалка Плетёное Тёмно-синее Оно слегка Покачивалось Издавая Таинственный Скрип Казалось Хозяин Только что Его покинул На сиденье И левый Подлокотник Был наброшен Широкий Клетчатый Плед На котором Стояла Голубая Чашка И лежала Старая Книга С потрёпанными Страницами Почему-то Финне Стало Немного Не по себе Она Быстро Попятилась И вышла Из беседки На другую Дорожку Всю в мозаике Из чёрных И белых Камешков Девочка Рванула По ней За огромный Зелёный Куст В форме Сердца А потом Пробежав Между рядами Цветущих Гиацинтов Вдруг Очутилась У самого Крыльца Дом Оказался Невысоким В два Этажа Но с Круглой Боковой Башней Наверное В ней Располагались Две Комнаты Одна Над другой А под Самым Куполом Какое-нибудь Чердачное Помещение Слева Находилась Та самая Веранда Увитая Белосиреневыми Цветами Поступала Полукруглая Застеклённая Донизу Терраса За которой Проглядывала Оранжерея С высокими Буйно Цветущими Растениями Финни Не решилась Зайти в Приоткрытую Входную Дверь На первом Этаже А вдруг Хозяин Не хочет Чтобы его Беспокоили Может он Первый Заметит Финни И сам Окликнет Её И она Пошла вдоль Фасада По узкой Дорожке Из бревенчатых Колец Опоясывающий Дом Под стенами Росли Огромные Кусты Гортензий И пионов Белых И сиреневых На аккуратных Клумбах Среди Разнообразных Трав И мелких Цветов Покачивались На ветру Тонкие Палочки С надетыми На них Диковинными Круглыми Украшениями Из нитяных Сеточек Перьев И бусин Похожими На ловцы Снов Такие Висели У тёти Лис В квартире И она Даже Рассказывала Фине Что они Навивают Ей Приятные Сновидения Возможно В этом Доме Тоже Любят Хорошие Сны Из-за Ветерка Украшения Тихо Звенели Словно Крохотные Хрустальные Колокольчики И навевали Лёгкую Дремоту Фине Дотронулась Пальцем До одной Из этих Странных Штук И та Зазвенела Ещё Мелодичнее Может Действительно Прилечь На минуточку Прямо На этих Тёплых Дощатых Ступеньках Нагретых Солнцем Всё Здесь Дышало Спокойствием Умиротворением Казалось Дом Только Что Покинули И Следы Присутствия Хозяев Ещё Сохранились Фине Присела На самый Край Крыльца И Тут Заметила Старый Фонарь С Немного Ржавым Металлическим Корпусом И Стеклянными Стенками Стоящей На нижней Ступени Внутри Него Горела Толстая Голубая Свеча А рядом На ступеньке Сидел Маленький Человечек С тонкими Ручками И Ножками Он Был Размером С Кота Но Выглядел Как Картофелина вела такая чудесная дорожка». «Он вас не видит и не слышит», — вдруг произнёс кто-то сверху, кажется, с веранды. «Это Шатун. Он пришёл из другого сна». «Шатун?» — переспросила Финни, с удивлением разглядывая человечка. Но тот вдруг превратился в красный воздушный шар и улетел. «Да, Шатун», — подтвердили с веранды. «Он вылетел из своего сна и заблудился. Здесь их много бродит, прилетают со стороны безмятежной долины. За ними охотятся дримы, хищные птицы-властители. Знаешь о них? Некоторые сонныры крадут энергию шатунов, чтобы потом птицы-ткачи сплели из неё новые сны, новые образы. Послушай, может, подойдёшь ближе? А то мне кажется, будто я разговариваю сама с собой». Финни с готовностью поднялась на веранду. Там, в синем плетёном кресле, сидела длинная разноцветная шаль квадратиками и вязала саму себя. «Меня зовут Финни», — сказала девочка, стараясь не выглядеть удивлённой. «В конце концов, шатуны вообще похожи на огромные бегающие картофелины, а это всего лишь... говорящее вязание». «Да неужто?» — шаль прекратила махать спицами. «Финни — твоё главное имя?» «Думаю, что да», — честно ответила Финни. Она твёрдо решила ничему не удивляться. Тем более, что возле неё пролетела стая крохотных зелёных кроликов, машущих своими длинными ушами, словно крыльями. Один из них держал в лапках маленькую дамскую сумочку. «Мне пока не нравится. Коротковато», — заявила шаль и вновь принялась за вязание. «Вот у меня десять имён. И самая короткая из них — это шаль, которая сама себя вяжет. Имя должно наиболее ярко и полно выражать твою личность». «Согласна?» Финни неопределённо помотала головой. Она вспомнила своё обидное прозвище «Финька-синька», которое было длиннее имени, но выражала куда меньше. Хотя, признаться, иногда ей тоже казалось, что имя Финни коротковато. «Ты любишь сны?» — вдруг спросила её шаль, которая сама себя вяжет. «Конечно», — не задумываясь, ответила Финни. «Мне здесь очень нравится». «То есть ты понимаешь, что находишься во сне?» — продолжала допытываться шаль. «Всегда», — кивнула девочка. «Я люблю путешествовать во сне. Но это мой первый сон, где я с кем-нибудь разговариваю. Обычно я всегда одна». «А за что ты любишь сны?» — Финни подумала. «Наверное, за волшебство. Здесь, во сне, можно вообразить что угодно». «Ну, хорошо. А за что ты любишь само волшебство?» — очевидно, ответ был очень интересен шале, потому что она снова перестала себя вязать. Финни оглянулась вокруг. С ближайшей яблони, медленно, словно пёрышки, слетали яблоки. На каждом сидела фея и тихий серебристый смех разносился по саду. По разноцветной дорожке вереницей шагали воробьи с теннисными ракетками наперевес. Тётя Лис утверждала, что самые сложные вопросы требуют наиболее простых ответов и ещё более простых, но решительных действий. А Финни всегда доверяла тёте Лис. «Волшебство делает людей счастливыми», — сказала она. «Во всяком случае, мне так кажется». Почему-то возникла неловкая пауза. Шаль замерла в своём плетёном кресле. У Финни создалось впечатление, будто она внимательно её изучает каждым своим квадратиком. Чтобы не молчать, Финни спросила. «Простите, пожалуйста, а вы, случайно, не хозяйка дома?» «Скажешь тоже», — фыркнула шаль и вновь стала накидывать петли на спицы. Неожиданно полверанды заскрипел, зашатались половицы, что-то внутри дома грохнуло и покатилось звеня. Раздался оглушительный чих. «Дом немного простудился», — сказала шаль, которая сама себя вяжет. «Видишь ли, он давно не пил хороший горячий кофе. А погода в последнее время стоит пасмурная. То дождь, то снег. Правда, сегодня хорошо». «Мне здесь очень нравится», — согласилась Финни. «Я тоже люблю кофе с молоком и посыпанный миндальной крошкой. Может, этому дому понравится? Моя тётя такой готовит. Я попрошу научить меня». Шаль отбросила спицы и расправила сама себя, словно она лежала на плечах невидимого человека. «Почему бы и нет», — сказала она. «Но не забудь поставить чашку на каминную полку в главном зале. Посмотрим, что из этого выйдет». «Только у меня сейчас нет миндальной крошки», — вздохнула Финни. «Разве что нафантазировать». «А ты приходи ещё», — сказала шаль. «Ты знаешь что? Зови меня просто шаль. Тогда мы будем на равных, как друзья». И она снова начала вязать. Финни кивнула, попрощалась и сошла с крыльца. Шаль очень ей понравилась, и она с удовольствием ещё пришла бы с ней поболтать, но сейчас, наверное, пора домой. Финни с удивлением поняла, что не хочет уходить из удивительного сада, наполненного ароматом цветов и волшебным смехом фей. Внезапно её отвлёк шорох в кустах. Некто копошился под веткой и, кажется, сдавленно хихикал. Заинтригованная девочка пошла на звук, но не успела сделать и несколько шагов, как ей под ноги кинулась звонко хохоча во весь зубастый рот, маленькая синяя зверушка, стремглав, пронеслась по дорожке и, преодолев крыльцо в один прыжок, убежала в дом. Финни успела разглядеть только большие уши с голубыми кисточками. «Хохотун!» — прикрикнула Шаль. «Немедленно прекрати смеяться! Распугаешь всех шатунов! Да и я только собиралась вздремнуть!» Смех прекратился. Зато мимо Финни проползла серебряная цепь, а за ней, крадучись на задних лапах, прошла чёрная кошка в белом больном платье. Даже для Финни это было чересчур, но из любопытства она пошла по той же тропинке. Завернув за поворот, девочка ожидала увидеть ту странную кошку, но наткнулась на сломанную ветку огромного сиреневого куста. Эта надломленная ветка совершенно не вписывалась в идеальную панораму сада. Её листья поникли и пожелтели, цветки опечаленно сомкнулись, а из ветки на месте слома капал сок, словно сирень плакала. Финни задумалась. Конечно, можно попробовать зарастить рану сиреневой ветки, хотя если она не рассчитает силы, то проснётся, и кто знает, найдёт ли она этот сад снова. Но сирень всё плакала жёлтым соком. Это было так невыносимо печально, что Финни не выдержала и решительно приложила руки к сломанной части. Вскоре она почувствовала живое тепло в ладонях. Сирень радостно отзывалась на целительное прикосновение. Уже через мгновение ветка выпрямилась, листья её затрепетали, вновь стали зелёными и упругими, а цветки раскрылись, радуясь новой жизни. Тонкий аромат сирени поплыл над садом. Над веткой запорхали бабочки. К удивлению, Финни целых три шатуна появились под сращённой веткой, уселись рядышком и тут же задремали в мягкой шелковистой траве. Затем пришла морская свинка в чёрных очках и с книгой под названием «Как стать единорогом». Она строго посмотрела на Финни, устроилась под сиренью подальше от шатунов и, закинув ногу на ногу, раскрыла книгу. «Какое-то всё-таки удивительное место!» — подумала Финни вслух. Словно подтверждая её слова, из-за кустов жимолости вышел олень. Его ветвистые рога и копыта блестели на солнце ярким золотом. Он глянул на Финни тёмно-карими влажными глазами и застыл, словно присматривался к ней повнимательнее. На его ветвистых рогах была натянута тонкая серебряная паутина, над которой порхали бабочки с алыми крылышками. В паутине застряло много листьев и веточек, а ещё всякие ключи, пучки трав, осколки кристаллов и даже пузырьки с разными жидкостями, отчего у оленя был очень живописный вид. Неожиданно олень склонил голову, словно приветствовал Финни. Она в ответ сделала реверанс, как в исторических фильмах. Потом вспомнила, что в кармане сарафана у неё завалялся рогалик с земляничным вареньем, который испекла тётя Лис. Финни обожала их и всегда старалась носить несколько штучек в кармане, чтобы всегда было чем улучшить себе настроение. Она вытащила рогалик и протянула олень. Заметив угощение, тот подошёл ближе, ткнулся влажным носом в протянутую ладонь девочки, осторожно взял губами рогалик и проглотил одним махом. — Правда вкусный? — спросила Финни. — Извините, у меня всего один. Олень склонил ветвистую голову. Финни заметила, что среди разнообразных сокровищ в его серебристой паутине застрял яркий кленовый лист, очень красивый, огненно-красный. Олень нетерпеливо переступил с ноги на ногу и склонил голову ниже, словно побуждая к некоему действию. Решившись, Финни осторожно протянула руку и вытащила понравившийся ей кленовый лист. Пока девочка раздумывала, что же всё это значит, олень выпрямился, топнул золотым копытцем и, круто развернувшись, скрылся в ближних кустах. Финни с интересом осмотрела лист. Он состоял из пяти красных пёрышек с острыми зазубренными краями, весь в тонких золотистых жилках, словно присыпанной золотой пылью. В центре листа сверкала серебряная буква «Ф», причём нижний конец буквы плавно переходил в иглу. Машинально опустив кленовый лист в карман сарафана, Финни пошла дальше, надеясь увидеть ещё что-нибудь интересное. Она начала привыкать к этому месту и снова подумала, что жаль будет просыпаться. А что, если она больше не найдёт тропинку, ведущую в этот чудесный сад, и не увидит шаль, которая сама себя вяжет, и шатунов, и зубастого хохотуна? Впрочем, как только Финни завернула за высокое дерево, утопавшее в бело-розовом цвете, она оставила все свои грустные мысли. Девочка вышла на просторную террасу, пол которой был покрыт плиткой, старой, потрескавшейся от времени, во многих местах провалившейся. В щелях между плитками проросла мелкая трава и зелёный мох, наверное, здесь была самая заброшенная часть сада. Под старой яблоней протекал ручей до самого края обрыва и, судя по звуку, падал куда-то далеко вниз. Подойдя ближе, Финни убедилась, что обрыв и правда очень высокий, у неё даже голова закружилась. Хорошо, что здесь стоял небольшой деревянный столик и рядом два стула с дощатыми спинками. Девочка присела на один, да так и застыла. От великолепия открывшейся панорамы захватывало дух. Где-то вдали острые вершины гор выглядывали из мягких перин облаков. Внизу сверкали зеленовато-синей водой огромные озёра. По берегу тянулись гирлянды домиков с ярко-оранжевыми черепичными крышами. «Вот бы приходить сюда почаще!» — вдруг вырвалась у Финни. Никогда ещё ей не было так хорошо, как сейчас. Словно она вдруг заглянула в своё сердце и познала его самую сокровенную тайну. Хотелось остаться здесь навсегда, но Финни понимала, что пора уходить. Она пересилила себя и поднялась со стула. И всё равно медлила. Справа, под отвесной каменной кладкой, на большом плоском камне, стояли хрустальные кувшины-чашка. Финни подошла и с удовольствием напилась. Вода оказалась прохладной и очень свежей. На какой-то момент девочка даже забыла, что находится во сне. Она решила, что надо обязательно рассказать родителям, брату с сестрой, и, конечно, тёте Лис про этот чудесный дом. Вот бы они все смогли тут жить. Потом любопытный взгляд Финни приметил ажурную кованную калитку слева от террасы, прямо за камнем с хрустальным кувшином. За ней виднелась узкая лестница, резко уходящая куда-то вниз, в гущу пышных розовых кустов и олеандров. Интересно, куда она ведёт? Внезапно раздались тихие шаркающие шаги. Финни круто повернулась и чуть не налетела на старушку с огромным букетом разноцветных роз в голубой вазе. «Ой, здравствуйте! Как ты оказалась здесь, девочка?» — удивлённо спросила старушка. Финни решила, что это и есть хозяйка дома. «Я просто пришла», — ответила она. «У вас очень красивый дом и сад», — добавила девочка вежливо. Правда, внутрь дома она не заходила, но не сомневалась, что и там полно чудес, как в саду. «Я впервые здесь», — сочла нужным добавить Финни. «Это особое место, но тайное, скрытое от посторонних глаз», — ответила ей старушка. «Взять хотя бы дом. У него такой непростой характер. Мне понадобилось двадцать лет, чтобы заслужить его доверие». «А тебя он сразу впустил». «Так как же тебя зовут?» «Финни». Старушка аккуратно поставила вазу с розами на столик, а затем оправила своё длинное платье. Льняное, с тонкими полосами аккуратных белых кружев и пояском. Фигура у неё была стройной, как у двадцатилетней девушки, но лицо и шею давно избороздили глубокие морщины. Да и взгляд ярко-синих глаз казался строгим, серьёзным и печальным. Внезапно Финни изумлённо уставилась на подол старушкиного платья. Из-под него выглянул пушистый полосатый хвост, смахивающий на кошачий. «Замечательное имя», — приветливо сказала старушка, присаживаясь на стул. «Меня ты можешь звать госпожой-садовницей или просто садовницей. Хорошо? Послушай, Финни, какое у тебя полное имя?» «У тебя должно быть сонное имя». Финни задумалась. Да, её звали Финиста, так было записано в свидетельстве о рождении. И мама даже проговорила с тёте Лис, что услышала это имя во сне, и оно ей очень понравилось. Но после того, как младшая дочь стала засыпать на неделе, мама предпочла называть её коротко — Финни. «Значит, Финиста», — удовлетворённо произнесла садовница после того, как девочка поделилась с ней этой историей. «Да, это красивое сонное имя. Скажи-ка мне, Финиста, ты ведь уже гуляла по саду. Что тебе больше всего здесь понравилось?» «Олень», — тут же отозвалась Финни. «И ещё хохотун, пожалуй. Он забавный. И шатуны, и шаль, конечно». Садовница покивала. «А ты умеешь заводить друзей», — сказала она, раз уже познакомилась с Эдвардом. «С Эдвардом?» — переспросила Финни. «Так зовут оленя?» «Конечно». «Вообще-то Эдвард не доверяет людям, потому что они ходят по саду и всё ломают. Или поцелают дрим чёрных птиц с человеческими лицами, чтобы те ловили шатунов. Ты слышала о дримах?» «Кажется, я даже видела одну по дороге сюда», — кивнула Финни. «Она хотела поймать шатуна, но меня она не тронула». Садовница улыбнулась, отчего в уголках её глаз собрались морщинки. Сейчас она была похожа на добрую бабушку, только во взгляде синих глаз чувствовалась затаённая сила и решимость, словно ей не раз приходилось переживать самые разные невзгоды. «Вижу, Эдвард даже подарил тебе лист сонного японского клена», — продолжила садовница, глянув на карман лоскутного сарафана Финни. «Это необычная вещь. Твой лунный знак. Всегда носи эту брошку с собой. Она подскажет тебе, во сне ты или наяву. Обычно во сне цвет сонного японского клена бывает серо-белый, словно присыпанный серебряной пылью, а в реальности яркий, такой, как сейчас. Кроме того, эта вещь будет меняться, чувствуя твою нарастающую силу сонной магии. «И ещё. Всегда обращай внимание на остриё». Старушка подняла вверх указательный палец. «Если остриё засверкает, значит, происходит что-то важное для тебя. А если почернеет, то тебе грозит опасность». Финни поёжилась. В этом прекрасном месте как-то совсем не хотелось думать об опасности. А ещё её очень удивило, что садовница видит то, что лежит у неё в кармане. Может, она и Финни видит насквозь. «Или когда твои друзья в беде», — тем временем продолжила садовница. «Скажи-ка, Финни, у тебя есть друзья?» Вопрос застал девочку врасплох. «Ну, не совсем», — замялась она. «Как это? Не совсем», — удивилась садовница. «Друзья либо есть, либо нет». «Сейчас я ни с кем не дружу», — призналась Финни. «Из-за того, что все обзываются. Вот у меня есть сестра и брат, но даже они считают меня чудачкой. Из-за снов». Садовница понимающе усмехнулась. «Не переживай, Финниста. Всё дело в том, что ты ещё не встретила таких же чудаков, как ты сама. Скажи, а давно ты ходишь во сне?» — вновь задала она вопрос. Финни проследила за медленно плывущей по воздуху улиткой размером с велосипедное колесо. Кажется, улитка что-то тихо напевала по дороге, а затем вдруг с радостным визгом пухнула в шумящий за краем обрыва водопад. «Вы ведь тоже это видите, да?» «Что вижу, милая? Огромную улитку, феи на яблоках, зелёных кроликов. Здесь в саду столько всего необычного!» «Я вижу больше, чем ты думаешь, но меньше того, что видишь ты», — неожиданно произнесла садовница. «Всё зависит от того, с какой стороны смотреть, с моей или твоей». Финни озадаченно почесала макушку. «Вы хотите сказать, что люди видят одно и то же по-разному?» «Конечно! Поэтому мир такой интересный, особенно в снах, когда люди встречаются со своими фантазиями». «Наверное, вы правы». «Ты ведь уже пробовала творить?» — снова спросила садовница и с интересом прищурилась, ожидая ответа. «Да, много раз», — просияла Финни, радуясь возможности поговорить о сонном волшебстве. Но тут же смутилась. «Вообще-то у меня далеко не всегда выходит то, что я хочу. Например, я строю замок, а получается ведро клубники. Или же я лечу на драконе, а он превращается в черепаху, и мы падаем. Хорошо, что я успеваю стать рыбой». «То есть ты падаешь всегда в воду?» Садовница удовлетворённо покивала. «Иногда я просто замедляю падение», — охотно объяснила Финни. «У меня вырастают крылья, или я опускаюсь на землю на воздушном шаре». «Ты этому научилась сама?» — продолжала спрашивать садовница. «Скажи мне, Финиста, у тебя есть ментор, учитель?» «Учителя у меня есть, конечно», — покивала Финни. «По алгебрии, геометрии, географии, физике. Только в реальности я ни с кем не говорю о снах, иначе меня снова будут называть чудач. «Сотвори что-нибудь», — перебила её садовница. «Скажем, лей мне чаю». Финни хмыкнула. Это было проще простого. Её ладони привычно обвели невидимый шар, так она всегда начинала создавать вещи. И на столе появился пузатый, красный в белый горошек чайник. Из его узкого носика взвелась струйка пара, сразу же потянула свежей мятой. Подумав, девочка добавила три чашки и блюда с рогаликами. Кто знает, может, и Эдвард заглянет. Садовница выглядела довольной. «У тебя есть талант», — заметила она. «Но не хватает знаний. Надо ещё многому обучиться. Посмотри, твой чайник так и норовит поменять форму». И правда, чайник почему-то вытянулся дугой и стал похож на водопроводный кран. Из него полезли большие капли, каждая принимала форму чашки и улетала куда-то в сторону сада. «Очень странная девочка», — сказала садовница. «Вот и моя бабушка Эльвира говорит, что таких странных девочек, как я, больше нет в природе», — пожаловалась Финни. «И мне кажется, что мама с папой с ней согласны, не говоря уже о моей сестре, брате и его друзьях». Садовница неожиданно тепло улыбнулась. В уголках её ярко-синих глаз снова собрались сеточки морщинок. «Запомни, Финни, твоя семья — это твоя опора. Ты должна им доверять в любом случае. Что бы они ни говорили, они всегда будут на твоей стороне. Родители могут казаться тебе слишком строгими или равнодушными и могут не понимать твоих увлечений. Но они всегда будут рядом, чтобы оберегать и защищать, потому что любят тебя, как и твоя бабушка, сестра и брат. Вот почему ты должна научиться контролировать свой сон и больше не пугать их». Финни удивлённо вскинула глаза. «Разве она пугает?» «И запомни, подарок Эдварда дан тебе не просто так». Старушка указала на карман сарафан. «С помощью листа клёна ты всегда будешь знать, во сне ты или наяву». «Поняла?» Финни заинтригованно кивнула. Она всегда хотела научиться входить в сон и выходить из него по своему усмотрению. «Неужели теперь получится?» Внезапно её взгляд упал на маленькую калитку, полускрытую листвой и цветами жимолости. «А что там?» — указала Финни. «Куда ведёт эта калитка?» Старушка улыбнулась, даже не повернув головы. «Запомни, Финни, в этом саду есть много дорожек и много лабиринтов, которые могут завести тебя в самые разные места. Некоторые из них очень опасны. Вот какая-то дорога, о которой ты спрашиваешь». «Пообещай мне...» Её синие глаза приблизились, и в них вдруг прорезались чёрные вертикальные зрачки, как у кошки, немного напугав Финни. «Пообещай мне...» — повторила садовница, что не пойдёшь за озёрную калитку без надобности. Лестница за ней ведёт в очень-очень опасные места. «А здесь, в саду, ты всегда будешь под защитой». Честно говоря, предупреждение садовницы ещё больше заинтриговало Финни. Но она решила, что послушается, ведь такая серьёзная дама не будет говорить попусту. «Ну а сейчас...» — как ни в чём не бывало, продолжила садовница, отстраняясь. «Тебе пора возвращаться, родные наверняка заждались тебя. До встречи, маленькая Финниста». Финниста. КОНЕЦ Финниста. 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 Продолжение следует...